Музей Воскресная резиденция МАС В том случае, когда массам туда вход не воспрещен Янина Ипохорская, художница Музеи, конгломераты памяти Вот только чьи, если двери их, как правило, на замке Закрытые музеи, сегодня о них в программе «Арктику» Здравствуйте Чаще всего они располагаются на территории своих ведомств Музей Госбанка или, допустим, Музей МЧС Поэтому без предварительного звонка, заявления и разрешения Никто вас в них не пустит И многие даже не догадываются, какие сокровища таятся в их недрах Например, в Музее МВД города Москвы хранится медаль за пьянство Еще петровских времен Ее надевали на шею в полицейских участках В наказание за чрезмерное употребление алкогольных напитков Крепилась она цепью И снять эту ношу весом почти в 7 килограммов Было практически невозможно Какие тайны хранятся в наших фондах? Мы решили приподнять завесу И получили свой пропуск на территории некоторых закрытых объектов Сегодня не любят посещать музеи, в которых ничего нельзя потрогать И обидно в сотни, в тысячи раз за то, что там, где действительно до всего можно дотронуться Впервые привести в действие поистине неведомые механизмы Так мало посетителей Правда, признается руководитель музея радиозавода имени Попова Экскурсии все же организуют Ведь закрытые музеи не значат недоступные И в зависимости от посетителей формируется экскурсия Понятно, что тот, кто ни разу не бывал на заводе Не понимает, с чего начать Поэтому каждому входящему здесь вручают вот такой вот планшет Эдакий путеводитель по не совсем привычному обывателю экспозиционному залу Здесь все оборудовано по последнему слову техники Вся территория разбита на несколько интерактивных зон В центральной части новейшая радиостанция на базе автомобиля КАМАЗ Заняв место оператора, можно почувствовать себя самым настоящим связистом У нас есть этап, который мы называем интерактивный стол На нем размещена карта местности Цель – установить радиосвязь от одного населенного пункта до другого В задании участвуют три радиоролейные станции и два беспилотных летательных аппарата Вот с их помощью нам нужно составить цепочку И радиусом действия этих радиостанций закрыть определенный участок, чтобы установить связь Обычно в этот момент экскурсии можно заканчивать, потому что оторвать от стола посетителей просто невозможно Несмотря на то, что интерактив постоянно отвлекает слушать экскурсовода, все-таки советуют внимательно На выходе ждет необычная викторина, а если проще – проверка знаний Протестируют на игровом тренажере Отличившиеся увидят на своем планшетном компьютере 3D-модель человека Он-то и поздравит их с успешной сдачей экзамена Внимание! Пожарная тревога! Срочно всем покинуть помещение! На очередной экзамен отправляемся, куда бы вы думали, в музей МЧС Посетители в основном школьники, но здесь уверяют Если кто-то захочет присоединиться к ним, это тоже возможно По предварительной записи Прогулявшись по таким маленьким музеям, вы, наверное, тоже невольно придете к выводу Что обычно у руля их стоят люди, которые выполняют функции хранителя-экскурсовода Скорее, с чистого энтузиазма Алексею Пурушему, например, чтобы показать остальным свое детище Приходится всегда выкраивать время в своем рабочем графике Но, как нам показалось, делает он это с удовольствием Впрочем, так же, как и ищет экспонаты для музея Вот, например, несколько лет охотился за водокачкой И нашел ведь? Такую точно в начале прошлого века привязывали к конной повозке и спешили на пожар Так вот, недавно обнаружил похожую в Кормиловском районе Хозяин с ее помощью огород поливал Еле выпросили Однако, не только экспонатами славен этот музей Признаюсь, мы были очень удивлены, узнав, кого, например, набрали в первый в Омске пожарный отряд Команда состояла из 18 инвалидов Но инвалиды, это не говорится, что у него нет ноги, руки Это абсолютно нет Просто раньше в пожарной охране служили те люди, которые не могли быть использованы на производстве Поэтому, в основном, конечно, они тогда приходили на работу пожарную охрану И работали непосредственно по тушению пожара А еще нам рассказали, из чего делается пена для тушения пожара Сколько градусов по Цельсию выдерживает современный костюм пожарного И показали уникальную вещицу – пожарную каску царской России Впрочем, если обо всем этом вы хотите узнать подробнее, отправляйтесь на экскурсию сами Думаю, сходите и не пожалеете, как и эти молодые люди Я уже поменял свое мнение на пожарную Почему? Раньше мечтал быть стеклодумом И я решил, что интереснее быть пожарным Потому что ты рискуешь свою жизнь ради жизни всего города Тессия Васильевна никогда не мечтала рисковать Все ее мысли в юности сводились скорее к спокойной и мирной жизни Так бы, наверное, и случилось, если бы не попала по распределению в Омск Начала даже учительствовать в школе, а параллельно читала лекции в политотделе Учила молодых милиционеров уму разом Так и пригласили ее на службу Следователь Васильева поначалу переживала, многое не получалось, даже уволиться хотела Теперь смеется Говорит, что не знает, как и жила бы вне родных стен С 91-го года она директор музея МВД и главный хранитель фондов Просмотрев сотни фотографий, можно проследить, как вместе со страной менялось ведомство Вообще, российские стражи порядка уже более 200 лет считаются одними из лучших в Европе В конце 19-го века сыскная полиция взяла на вооружение передовые в то время технологии По эффективности они превзошли даже Скотланд-Ярд и французских жандармов Раскрываемость на тот период удалось повысить благодаря дактилоскопии Она тогда еще не была так широко распространена Позже научились копировать и следы преступников Между прочим, это первая в Омске подобная копия, приложенная к делу Форма стражи порядка разных эпох, награды, значки Наш музей был первым, который создал коллекцию, посвященную полиции Российской империи Это 90-е годы Я по распоряжению начальника ОВД ездила в коммунировку в Москву Бегала по этим антикварным магазинам и приобретала медали Полицейские медали Ну, например, за беспорочную службу, которая была введена в 1887 году Самая распространенная медаль в то время, это была за усердие Порой даже не знаешь, что интереснее в этих музеях Экспонаты или люди их хранящие Они готовы часами рассказывать о своих детищах Для них это просто радость Поверьте, они терпеть не могут, когда их музей называют закрытыми Сколько еще уникальных экспонатов, о которых о мечи либо знают очень мало Либо не знают совсем, хранятся за семью замками Ключи к ним ежедневно подбирает наш следующий герой, Олег Аристархов Своими знаниями он регулярно делится с пользователями социальных сетей Что это? Чувство патриотизма или просто хобби? Этим вопросом задалась моя коллега Ольга Долгих И отправилась вслед за энтузиастом в Омский планетарий Олег, мы привыкли к тому, что достаточно пальцев одной руки Чтобы пересчитать музей, который пользуется популярностью И наверняка не каждый омич знает о существовании, например, коллекции минералов с разных планет Которая есть в планетарии, где мы сейчас находимся Так сколько же музеев в Омске? Музеев в Омске больше ста Но статус музеев, наверное, имеют не все Далеко не все Это экспозиции, коллекции, может быть, такие расширенные Которые, в принципе, могли бы уже называться музеями В чем прелесть малых музеев? Чем они отличаются от больших музеев с огромными коллекциями, с огромными залами? Когда мы оказываемся в малых музеях И берем вот этот вот фрагмент со времен, например, войны Ну, во-первых, внимание на нем больше сконцентрировано, чем заходишь в Коевичский музей Вау, там всего много, да, и пока голова у тебя соберется, или там мозги внимания Зачастую про этот маленький фрагментик из прошлого рассказать наиболее подробно и душевно Потому что он как-то попал, его кто-то видел Видел того род человека, который его написал Или родственника, который принес И оно там не безлико Вот лежит экспонат, бирка под ним Там вот в малых музеях не так Вот он берет и рассказывает Вот это мне принес там ученик такого-то класса Это его деда И это настолько проникаешь Вот этой ситуацией, она вот до глубины души Она не безлика Насыщена эмоционально Но здесь удивительные вещи встречаются Неожиданные непосредственно вот в этом музее Это осколки метеоритов Интересные экспонаты в филиале географического общества нашего Где куски морских минералов Которые многие-многие сотни, даже миллионы тысяч лет Интересные экспонаты непосредственно в летно-техническом училище Где расположен, например, черный ящик И черный ящик это не ящик совсем, это шар И не черный, он, кстати, а оранжевый То есть по двум пунктам он немножко Вот интересно посмотреть Мы вот проходим мимо торгового центра Мимо главпочтампа И мало кто знает, что есть вот прямо главпочтамп, МЧС Дверь, туда заходишь И уникальнейший музей, который там, ну, куча комнат Уникальные экспонаты, там, огнетушители Там, кстати, стоит уникальный экспонат Это машина МЧС, ну, в натуральную величину Которая единственная у нас в России, вот такой есть макет Ну, с ведомственными музеями все понятно Они узкоспециализированные такие А что интересного может быть в школьных музеях? Если вы вдруг случайно окажетесь в районе школы номер 55 Там уникальный музей космической славы Там уникальные экспонаты В том числе и побывавшие в космосе Скафандры Фрагменты ракет, которые там запускали В том числе и каких-то баллистические фрагменты Там наконечники, ну и так далее Интересный музей, если вы будете проходить мимо школы Например, в Чикаловске 45 Школа 45 Там есть свидетельство или табель, табель, наверное, точнее Например, Егора Летова, который учился в этой школе Ну и помимо этого, там есть другие уникальные экспонаты Там гармошка со времен войны, каска пробитая пули Там фляжки, ордена, медали Олег, сейчас музей и так не самые популярные места Да, все стремятся к какому-то другому ритму жизни Все нужно сделать быстрее И гораздо проще посмотреть ваш материал в интернете Это быстрее, это дешевле Чем пойти в музей? Не оказываете ли вы тем самым такую медвежью услугу музеям? Ну нет, вызвать любопытство задачи К этому музею или к музейному процессу А задачи осветить весь музей такой у меня нет С Алексеем Викторовичем Матвеевым мы уже составляем прямо Непосредственный, ну какой-то справочник, да, с телефонов Где вот человек может позвонить Оказаться в заинтересованном месте Помимо этого, это структурируем уже прямо фиксируя на бумаге телефоны Имена, координаты Чтобы выйти с предложением летом К туристическим организациям И предложить им Вот эту, наверное, расширенную услугу На ваш взгляд, какой музей стоило бы открыть в Омске? Для этого есть и коллекции И заинтересованные люди Да и сама история подталкивает нас к этому Вот именно сейчас С Алексеем Голиздрой, да, продюсерский дом Голиздра Мы запустили процесс создания музея омской музыки Уже есть куча экспонатов Нам навезли пластинок, гитар, инструментов, медиаторов, медальонов всяких И так что именно сейчас запускается процесс создания музея омской музыки На самом деле, каких только музеев нет на земном шаре И колдовства, и волос, и даже сновидений Однако родиной самых необычных музеев все же считается Италия Там есть музей пуговиц, музей соломенных шляп и даже музей любовных писем Представляете, это такое убежище для выражения чувств Некоторые, конечно, отличаются оригинальностью Например, в музее есть признание в любви к баклажанам по-пармски Или к собственному мотоциклу Мы продолжим эту тему сразу после короткой рекламной паузы Вы не переключайтесь Новая станция комплексного техобслуживания Белый сервис Промывка топливных систем Шиномонтаж Автомойка Предпродажный осмотр Запчасти в наличии и под заказ Белый сервис Омская 213Б Телефон 666-432 А сейчас, как и обещала история о самых необычных музеях мира Из тех, что будут представлены, больше всего меня удивил музей Чего бы вы думали? Плохого искусства? Но давайте-ка обо всем по порядку Поход в этот музей заставит улыбаться любого, даже самого невеселого человека Это музей смеха Он находится в Германии Посетителям при входе там не выдают бахилы, нет Вместо этого экскурсоводы, клоуны с красными носами, раздают смешные тапочки с ушками и провожают публику выставочные залы Все экспонаты, предметы розыгрышей, собранные со всего мира Свои двери музей распахивает лишь однажды Когда бы вы думали? Конечно же, 1 апреля А вот в штате Нью-Мексико расположился самый настоящий музей НЛО Его открыли в честь крушения летающей тарелки в 1947 году Выставочные залы оформлены в духе научной фантастики Звезды, планеты, космические корабли Есть псевдоинопланетяне в человеческий рост И даже вокруг музея атмосфера особая Фонари на улицах выполнены в виде голов инопланетных жителей Кафе неподалеку напоминает летающую тарелку Отовсюду доносится завывание и загадочная музыка Туристам нравится Не верь глазам своим – это девиз музея лжи Всем желающим попасть туда придется отправиться в небольшой немецкий городок Кюриц Все экспонаты там, конечно же, поддельные И ухо Ван Гога, и радиус Титаника, и летающий ковер-самолет, и усы Гитлера Основатель музея, художник Райнхард Цапка утверждает, что грань между правдой и ложью в искусстве очень тонка Порой даже незаметно Не раз стоя у полотен известных мастеров рождается мысль А не подделка ли это? В этом месте таких вопросов не возникает Все и так предельно ясно Перед входом в музей посетителей также ждет маленький обман Им предлагают попробовать целебное зелье, которое делает вечно молодым любого человека Все экспонаты музея лжи, утверждает Цапка, достались ему от правнучки барона Мюнхгаузена А в Бостоне вот уже 20 лет существует музей, в котором собраны самые ужасные полотна горе-художников В 1993 году антиквар Скотт Уилсон, прогуливаясь по улицам Бостона, заметил в мусорном контейнере картину Она была настолько плохо нарисована, что, по мнению Скотта, должна была висеть в музее Ни изобразительного, ни современного, плохого искусства Но такого на тот момент не существовало Поэтому антиквар решил создать его сам Из 20 заявок, каждый месяц поступающих на рассмотрение редколлегии, отбираются только 5 Главное условие – картины не должны быть нарисованы специально для музея Ибо в таких отсутствует душа В нашей студии сегодня человек, который ко множеству музейных экспонатов имеет самое что ни на есть прямое отношение Это профессор, куратор раскопок памятника культурно-археологического наследия стоянка Омская Борис Конников Борис Александрович, здравствуйте Здравствуйте, Лена Борис Александрович, вы однажды сказали, что не всякую сенсацию можно показать зрителю Почему? Во-первых, тут есть такое музейное правило, что все показать невозможно И когда музейщики проводят выставки, то на выставках, как правило, есть своя изюминка Это вот и есть та сенсация, которую конкретно готовит тот или иной музей Они хранят в своих фондах тысячи и тысячи сенсаций Я это говорю ответственно Вы говорили, что первые музеи, когда они только открылись Да, да, ну у музеев вообще долгая история, как и у многих других культурных учреждений В начале музея, в средние века, они возникли в виде кабинетов И были доступны только для особ высокого звания Они обладали статусом сокровищницы, так? И они обладали неким социальным статусом И простому люду, скажем, доступ туда был категорически запрещен Я на примере, допустим, нашего государственного Эрмитажа Он возник, как известно, в 1764 году, так, при Екатерине II Но примерно 100 лет доступ в него был только открыт для представителей царской фамилии И было сделано, вот, интересное исключение, для тех, кто готовился на звание художников Тех, кто учился в Академии художеств Лица, так называемого, в кавычках, подлого звания Они не имели права попасть в музей И только при Николае I, уже в первой половине XIX века Эрмитаж стал доступен Но, опять-таки, здесь есть интрига Мы должны с вами четко знать, что все музеи, опять-таки, зарубежные или отечественные музеи Они выставляют на показ примерно от одного музея современной Западной Европы до 12% Если говорить о наших музеях, я имею в виду музеях Омска, 0,08% И понятно, что остальные хранятся в фондах А с чем это связано? Ну, это объясняется двумя причинами Первое, конечно, все музеи следуют одному правилу Экспозиции должны постоянно обновляться Второе, конечно, все музеи страдают от одной болезни Им мало и мало площадей Я знаю, что есть много ведомственных музеев, которые никогда, если так можно говорить, простой смертный не попадет Есть прекрасный музей в службе внешней разведки России Но, конечно, туда попасть, это, конечно, надо заслужить Или на Лубянке Они были и будут закрыты для широкого посетителя по причинам вполне понятны Вы, как ученый, как археолог, наверняка бывали там, куда нога простого человека не ступает Что запомнилось больше всего? Это было для меня потрясение, когда в 2004 году нас, руководители музеев, пригласил к себе государственный эрмитаж И нас завели в святая святых И я впервые имел счастье держать в руках, не только лицезреть Выдающиеся произведения политического искусства, найденные на стоянке Мальта Это Восточная Сибирь, это, условно говоря, район Байкала И я держал в руках эти статуэтки, передающие образ верхнеполитических Венер Ну, это 35-30 тысяч лет назад, чтобы понятно было, о чем идет речь Я в руках своих держал каменные рубила с Сатанидары И я имел возможность вот держать их в руках И я думал, как мне должны, наверное, студенты завидовать, которыми я читал когда-то лекции Я держу, а вот им я мог только картинки показать, к сожалению Я знаю, что на территории памятника культурно-археологического наследия Стоянка Омская Был открыт такой экскурсионный сезон Но пока только для школьников Вы сами вели эти экскурсии Я видела глаза детей, когда вы им говорили, что на таких вот черепках Еще сохранились отпечатки пальцев людей той эпохи Женщин Женщин, отпечатки пальцев По отпечаткам пальцев точно установлено, что это все произведения женских рук Когда они трогали наконечники стрелы Они, конечно, были в восторге После этого и в редакцию люди звонили и спрашивали взрослым, взрослым-то, когда организуют эту экскурсию С мая месяца мы хотели бы открыть экскурсионные маршруты И мы планируем их проводить в тех же традициях, которые мы заложили в 2014 году Я за то, чтобы и ребятишки шли, и взрослые шли И вот такие возможности, я думаю, у нас будут И я сразу еще раз подчеркну, что у тех, кто побывает на стоянке Омской Будет возможность не только увидеть в реальном времени То, как работают археологи, добывают эти вот артефакты Или те же самые фрагменты, которые сейчас перед нами находятся Но мы даем и возможность увидеть подлинные вещи Мы их выставляем специально в таком экспозиционном оформлении Я напомню, что мы готовимся к 300-летию Омска в 2016 году А Омская стоянка, если так можно выразиться, это фундамент Она содержит всю дорусскую историю От появления здесь первобытных людей буквально до того времени Когда в Усть-Айн-Ами вошли ушкуйники Ивана Дмитриевича Бугольца Ну, в 1716 год Борис Александрович, спасибо вам большое за беседу Мы еще, наверное, встретимся с вами Надеюсь Идете, принесете нам какие-нибудь уникальные экспонаты О которых мы узнаем, мы услышим первыми И мы не будем делать из этого тайну Мы расскажем об этом всем А сейчас предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику Галерея Деарт За экспонатом для нее мы отправились на север в небольшой город Уват Там тоже есть свой маленький музей Мы добирались до него почти сутки Устали и промерзли, казалось, до костей Правда, когда уже в Увате рассказали, что в веке 17-м Ямщик вез бы нас не меньше двух недель Даже как-то теплее стало, уж на душе точно Ямщики были первыми поселенцами маленького городка Что служило им путевым листом? Почему их называли щербаками? И как согревали они своих путников в лютые морозы? Сейчас, наверное, никто бы уже и не знал ответы на эти вопросы Если бы не их вещи, которые попали однажды в Уватский краеведческий музей В 1635 году по указу императора сюда были прибраны или призваны Ямщики из поморских или северных городов Когда они здесь появились, им показалось, что это за холосте Огромнейшая территория Холодно Населенных пунктов нет Зима долгая, холодная Хлеба не привозят И поэтому они просто-напросто сбежали И вот их выловили И в 1637 году им пообещали, что им будут доставлять хлеб И таким образом появляется первое русское поселение на территорию Уватского района Которое получило название Демьянский ям И там проживали ямщики, старое название которых Щербак У нас в музее хранится несколько экспонатов А если быть точнее, три такие вот экспонаты Называются Щербинка Что интересно, ни в музеях Тюмени, ни в Тобольске нет таких экспонатов И поэтому долгое время мы не могли вообще понять, что это такое Щербинка В переводе на современный язык это путевой лист может быть Или табель учета рабочего времени Все дело в том, что ямщики ездили из одного яма в другой И вот за свою поездку или ходку, как они называли Они получали зарубку И вот таким вот образом, это вот как раз запомненная Щербинка И по количеству зарубок за определенный период Можно было им начислять зарплату Многие посетители у нас спрашивают Вначале бы и поставили себе зарубочку Конечно, могли поставить Но ямщики, они все были по счету Были государственными служащими Ну и соответственно, если бы они поставили дополнительную какую-то зарубку Их могли с легкостью проверить То есть из ямов, из которого они уезжали, им ставили отметку И ставили отметку в яме, в которой они приезжали И могли сравнить цифры И если бы было несоответствие То слава о таком ямщике Полетела бы впереди самого его По всей стране Таким образом, устроиться больше ямщиком работать Он нигде бы не мог Наши сибирские ямщики придумали такую услугу Называлась эта услуга Кошка в лукошке Или кот в лукошке Только кошек было много Они плодились очень быстро Жалко было этих кошек Нужно было куда-то их реализовать Таким образом, ямщики предлагались Своим путешественникам Приобрести за незначительную оплату Вот этих кошечек Было хорошо И кошки были пристроены И путешественники Кошку садили либо на шею Под тулуп Либо в ноги И таким образом в дороге они грелись Естественное тепло Здесь мы не ставим точку Только многоточие В нашем культурном арсенале Еще много нерассказанных историй И нераскрытых тайн До встречи на телеканале Продвижения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин